Тут я просто скажу, что над подводками я долго не думаю и постоянно их, знаете, вот. Я не буду вот по поводу всего этого жалеть, потому что, ну а зачем? Вот то, что сделано они, вернее даже не они, а в голову одного единственного. Андрея Ринга приходит, одна такая, знаете, новая сервера у проекта Arizona RP может пойти на Advance Roleplay, который там уже, знаете ли, новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Не хочется начинать данный видеоролик со лжи, особенно потому, что данное видео, оно выйдет где-то, знаете, в такой временной промежуток между 31 августом и 1 сентября. Вот этим вот всем мгновением, когда такое, знаете, беззаботное, обычное, весёлое лето переходит в такую пасмурную, какую-то непонятную, очень такую хмурую осень. Именно поэтому сегодня данный выпуск я хочу начать с правды. Тем более, что у меня выпуски, знаете ли, никак никогда не отмечены, поэтому вы не поймёте там. Ладно, неважно. Дело в том, что перед каждым выпуском новостей я делаю какую-либо подводку, там, на 30 секунд, на минуту, на 2 минуты, где просто рассказываю вам вот что-то такое, знаете, непонятное. Это я никак и никогда не обозначу. Просто вот многие люди вот это вот всё называют водой, на этом моменте выключают видеоролик, не понимая, что вот во всей этой воде, вот как они всё это называют, кроется основная суть видеоролика. И тут я бы хотел сказать, что я никогда долго не думаю над вот этой вот всей сутью, над подводкой к основной вот этой вот теме новостей. Потому что, ну, просто для меня главное что-то сказать, о чём-то сообщить, чтобы просто ролик шёл подольше, да и, в общем-то, люди сразу как-то, ну, заинтересовались чем-либо. Обычно вот эта вот, знаете ли, подводка, она состояла из каких-нибудь, там, я не знаю, реклам, там, Arizona RP, мой ник, там, мой промокод, всё прочее. Тут такого не будет, потому что, ну, я просто не хочу так делать. Тут я просто скажу, что над подводками я долго не думаю и постоянно их, знаете, вот, отделаю непонятно как, и поэтому они получаются непонятно какие. Но в этом вот вся моя суть, вся суть работы, вся моя суть, возможно, никому не нужны, возможно, ещё там как-нибудь, а что-нибудь где-нибудь. Однако, ладно, это, ну, это не важно, поэтому давайте перейдём уже непосредственно к самой сути. Есть много вот новостных каких-то событий и всего прочего, которые публикуются в разных журналах от LifeSampo до какого-нибудь Rockstar BombBit, и там ещё сам World идёт, какие-то промежуточные издания по типу LifeMobile и вот всех вот этих прочих новостей. Я понимаю, что вот иногда, делая акцент на каких-то определённых новостях, я могу пропускать другие не менее хорошие новости, которые, знаете ли, заслуживают своего обсуждения, своего какого-то, я не знаю, освещения и всего-всего прочего. Но тут я так не буду делать, потому что я не буду вот по поводу всего этого жалеть, потому что, ну, а зачем? Вот то, что сделано, то и сделано. И тут вот, ну, я не знаю, это очередной ролик про Advanced Roleplay, потому что я люблю его. Я, в самом деле, люблю Advanced Roleplay. Это мой, ну, по-моему, самый первый проект в GTA Sampo, с которым я начинал свою игру, я постоянно путаюсь. То ли там был Sampo, то ли был Advanced Roleplay, то ли ещё какой-то проект, я не помню. Но вот именно в осознанном таком возрасте был Advanced Roleplay, либо Sampo, я вот это вот всё не помню. И дело в том, что Advanced Roleplay уже долгое количество времени катится в какую-то такую, ну, непонятную клоаку. Непонятно, куда он скатывается, непонятно, зачем он всё это делает и прочее, и прочее, и прочее. И вы знаете, с момента ухода Карликова Рая Иллюмината Артура Митина Шоу, с проекта Advanced Roleplay прошло уже много времени. Ну, как много? Около года, может быть, более года. Может быть, вот сегодня, когда я выпускаю данный видеоролик, это вот, знаете ли, прошёл год или наподобие того. Я точно не знаю. И дело в том, что за это время Advanced Roleplay успел подняться, успел скатиться. И вот все эти падения, все эти взлёты, я их постоянно обсуждал. Я постоянно говорил, за счёт чего всё это получается. Ангел Касада, когда ещё, знаете, был в активе и вроде как делал какие-то видеоролики, у него, знаете, так тоже идёт волнистой такой чертой. То он выпускает видеоролики какие-то, и в число вот этих вот самых видеороликов попадает Advanced Roleplay. То он, ну, как бы не выпускает видеоролики и просто уходит там с головой в стримы куда-то, ещё в какие-то прочие вещи. Я его за это, разумеется, осуждать не буду, и притеснять я его за это тоже не буду. Как бы каждый человек выбирает то, чем он хочет заниматься. Если Вова, Ангел Касада, хочет заниматься стримами, то пусть ими и занимается. Я вот тут больше ничего сказать не могу. Но вот Advanced Roleplay, там, знаете, от них ушёл Артур Митин, остались какие-то вот эти вот, знаете, второстепенные ютуберы, у которых вроде бы и есть аудитория, а вроде бы, ну, её и нету. Потому что, ну, все, кто уже могли, они как бы пришли, а вот какие-то прочие люди, ну, их вот непонятно, их не видно, и где они вообще там все ходят. Именно поэтому Advanced Roleplay начал, так, знаете, постепенно стагнировать. Даже не стагнировать, а скорее, вот, знаете, деградировать на всё это. То есть онлайн начал катиться в пизду, и тут, во время пандемии, там, знаете, в конце марта, в начале апреля, возможно, в середине апреля, они, вернее, даже не они, а в голову одного-единственного, Андрея Ринга, приходит одна такая, знаете, светлая мысль. Хм, а что, если нам, подобно проекту Arizona Roleplay, сыграть на всей этой пандемии и открыть свой новый сервер Advanced Roleplay? И, наверное, все в команде таки говорят, Андрюх, так мы ж недавно только закрыли вот эти вот все сервера, там, знаешь, Orange, там, ещё какие-то сервера оставили, только вот, ну, какие-то непонятные, там, 3-4 сервера, и ты опять хочешь открыть новый сервер. А Андрюха такой, да бля, не ссы, смотри, сейчас чисто там Ctrl-C, Ctrl-V, соберём донатика, онлайн поднимется, и всё у нас будет замечательно. И вот именно так, знаете ли, и произошло. Во время пандемии Advanced Roleplay открывает свой новый сервер, делая, там, знаете, вот все эти акции, X2 Payday, X85 Донат, и там, вот, всё вот это вот прочее. И после всего этого онлайн Advanced Roleplay повышается где-то до 3500 человек. Но потом, со временем, когда, там, знаете, как это обычно бывает, сервер открылся, там, задонатили, первые бизнесы словили, вторые бизнесы словили, зарегали твинков, словили, там, с них каких-то бизнесов, там, словили дома какие-нибудь, их начали перепродавать, перепродавать, перепродавать. Экономика, так, знаете, начала постепенно портиться. Люди, которые пришли на проект для того, чтобы, там, знаете, купить какую-то себе, знаете, недвижимость, там, ещё какие-то вот эти вот все прочие вещи, они уже всё, они поняли, что ловить на этом проекте больше нечего, и ушли. Возможно, на Arizona Roleplay, возможно, ещё куда. То есть, я не знаю, какой человек вообще, когда открываются новые сервера у проекта Arizona RP, может пойти на Advance Roleplay, который, там, уже, знаете ли, доживает последнее. Да, разумеется, на Advance Roleplay выходят какие-то обновления, и зайдя вот сейчас на Advance, человек, который не играл, там, год, может быть, два, может быть, три, он, разумеется, заметит некоторые отличия. Там, вроде бы, и линию квестов какую-то сделали, и велосипеды для вот этих вот всех начинающих игроков, для вот этих вот всех новичков, для всех прочих людей. Всё это сделали, вроде как оно всё работает, всё вроде как вот пользуется спросом, вот многое другое, но вот оно всё, ну, вот, как-то непонятно. И вследствие всего этого, вследствие того, что обновления выходят, ну, не такие, которые игрокам хотелось бы, вследствие того, что серверов много, и непонятно, на ком играть, а ютуберы, там, знаете, на ком-то одном сервере существуют, и вследствие вот всех вот этих, знаете, проблем, связанных с Advance Roleplay, онлайн начал скатываться, и сейчас он достигает, там, около тысячи человек, может быть, когда-то бывают редкие, там, знаете, полторы тысячи человек, но в целом даже сам PRP пригоняет Advance. А когда-то было наоборот, когда-то Advance Roleplay, знаете ли, мог побороться за топ-3 во всём этом мониторинге проектов, во всём этом мониторинге серверов, а сейчас, к сожалению, ничего подобного за Advance Roleplay пронаблюдать нельзя. Разумеется, я буду следить за Advance Roleplay, вообще смотреть, что они там выпускают нового, что вообще у них можно посмотреть, на чём у них там вообще можно поиграть, есть ли у них хоть что-то, что может заинтересовать нового игрока в GTA Samp, либо вернуть какого-то старого игрока, который помнит, что такое Advance Roleplay, который видел Rezono Roleplay, который видел другие сервера, может ли он как-то вот туда вот вернуться. Однако, ладно, это была такая, знаете, кратенькая история того, вот как Advance Roleplay то поднимался, то опускался, то там с ним ещё какие-то проблемы были. В общем-то, я думаю, что вы всё это понимаете. Однако, ладно, я играл на проекте Rezono Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика, там же в описании находится много всяких вещей, по типу моего телеграм-канала, и мои странички ВКонтакте, и вот всего прочего. Ставьте лайк, либо ставьте дизлайк, подписывайтесь, либо отписывайтесь от канала, и давайте мне уже добьём, либо там, знаете, 0 подписчиков, либо, ну, 10 тысяч, вот 10 тысяч, там осталось совсем немного, там меньше уже 6 тысяч, вернее, меньше 7 тысяч, около 6 с чем-то, поэтому подписывайтесь и делайте свои вот эти вот все вещи. А всем до свидания, увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, либо пораньше, я точно не знаю, поэтому, ну, подпишитесь, поставьте колокольчик, напоминания и все остальные вещи тоже.